Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. В начале съемок все, кому не лень, предрекали этому фильму тихий печальный провал. Яматов прочитал, говорит, неинтересно. И партнер его не совсем устраивал. Казалось, что по швам трещит не только сценарий. Буквально на каждом шагу создатели поджидали неприятности. Причем некоторые из них могли закончиться трагическими. Что с Алексеем? Что с ним? Крахом последних надежд стала премьера, на которую почти никто не пришел. Дед, ну пойдем лучше в зоопарк. И все же уже полвека фильм «Офицеры» уверенно входит в пятерку самых любимых зрителями советских военных драм. Когда меня спрашивают, какой самый ваш лучший фильм, я всегда говорю, что я люблю офицеры. Походим! Лето 1970-го. Севастополь. Милиция и съемочная группа фильма «Офицеры» разыскивает по всему городу актера Георгия Юматова. Исполнитель главной роли просто исчез. Он выбежал на балкон, спрыгнул со второго этажа гостиницы и убежал в неизвестном направлении. Съемки остановлены. В Крым срочно вызвали жену Юматова, актрису-музу Крепкогорскую. Жора очень любил музоньку свою, а здесь вспыхнуло. Муса догадывалась. У режиссера фильма Владимира Рогового просто опускались руки. Ему уже 47, он не новичок в кино. Правда, должности прежде занимал сугубо административные. Он закончил экономический факультет в ГИК. Он был один из лучших директоров киностудии «Горько». Сквозь стену пройдет, все, что надо, найдет, да будет. Но на этот раз Роговой решил выступить в новой для себя ипостаси, стать режиссером. Бывший фронтовик загорелся идеей снять ленту о династии военных, о настоящей дружбе и самоотверженной любви. Это мой муж. Это я уже понял. Командир первого взвода Варава. Заметно. Ваня. Алексей. Дебютант с жаром принялся за дело. Уговорил сниматься Василия Ланового, который поначалу наотрез отказывался от роли Ивана Варавы. Да, 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 отказывался, потому что я не очень поверил просто этому режиссеру. Кроме того, Роговой не побоялся, и из 42 кандидатов выбрал именно Георгия Юматова. Он же был красавец, он действительно была звезда. И самородок, он-то талантич. Одна проблема – красавец Юматов мог крепко загулять. Именно за это совсем недавно Владимир Мотыль отстранил его от роли товарища Сухова в «Белом солнце пустыни». То, что у Мотыля он не снимался, он всю жизнь вспоминал. Говорит, слушай, какой дурак. Такая роль, такой фильм получился. Юматов согласился, но к своей роли, да и к идее фильма, в целом отнесся прохладно. Все казалось слишком схематичным и прямолинейным. Не очень крепкий сценарий, черта спектра. Много вот этих перебросов в гражданскую войну. Нынешнее время, понимаете, Георгий Александрович Жора Юматова не очень хотел сниматься. Впрочем, как только съемки наконец начались, актер заметно воодушевился. Вон она, Люба. Сидит на лавочке, как и положено офицерской южине. Где? Что ж ты мне раньше-то не сказал? Старый хрыч. На съемочной площадке появилась Алина Покровская. Ну, Юматов Покровская очень симпатизировала. Нам это стало заметно. Уже когда вот первую новеллу снимали, поехали в Ашхабад. Снимали на чудом сохранившейся старой заставе, расположенной на нейтральной полосе между Туркменией и Ираном. Жили в воинской части, где даже вода была привозной. А жену зачем привезли? Да, лево! У меня три сотни бойцов. Общая казарма, общая баня. Общие проблемы, по идее, должны были сплотить группу. Как бы не так. Страсти вкипели по любому поводу. Главными источниками напряжения стали исполнители двух главных мужских ролей Алексея Трофимова и Ивана Варавы. Да, Василий Луновой и Георгий Юматов тогда друг друга открыто недолюбливали. У нас была одна история, очень такая, не очень позволяющая любить друг друга. Он был утвержден на палку Корчагина. Потом мне звонят и говорят, ты хочешь попробоваться на палку? Я говорю, а что, ну вот же он болен и болен надолго, поэтому мы должны начать снимать. Я говорю, я с удовольствием. Юматов очень хотел палку Корчагина играть, но он был, иногда любил погулять. И его не утвердили, утвердила на воин. Юматов обижался и злился. Впрочем, соперники вскоре стали союзниками. Их сблизило противостояние с новичком-режиссером. А он ведь не был режиссером, он только становился режиссером. И когда он предлагал какие-то вещи, такие более, ну, неподходящие для нас, мы боролись с этим. Сам Владимир Роговой рассказывал, что однажды едва ноги унес от разъяренного Юматова. Юматов за ним бежал километра два с обнаженной шашкой, с криком «Зарублю!». Я охотно верю, что он мог зарубить, если бы догнал. Актеры спорили с режиссером по любому поводу. И все больше забывали свои прежние взаимные обиды. Режиссер же там что-то предлагал. Но они-то вдвоем более напористые, они актеры. Если он не хочет так играть, он все равно так не будет играть. Окончательно Юматова и Ланового примирил случай, который едва не закончился трагически. Ребята, засада! Быстро назад! Быстро! Алина Покровская взяла несколько уроков верховой езды, но основательно подготовиться к конным съемкам она не успела. Ее скакун киноопыта тоже не имел. Он до этого участвовал в скачках. Вот, и поэтому, когда пошла команда «Мотор», когда параллельно ему начали скакать еще две лошади, он решил, что он должен бежать на перерез и обгонять их. Конь и всадница прямиком летели к пропасти. Она по краю шла, так что вот это была жуткая штука. Но мы оба рванули мгновенно на наших лошадях. Сумел Леонид Александрович перехватить лошадь, и он показал, что он мужчина, понимаете? Никто же из группы не мог такое совершить, только Юматов. Этот эпизод, разумеется, не мог не впечатлить женщину. 30-летняя Алина Покровская на тот момент была свободна. Она, наконец, развелась с коллегой по театру Советской армии, известным сердцеедом Владимиром Сашальским. Сашальский такой был барин. Мягкий, улыбчивый, ловелас. А Георгий Александрович был мужик. Он состоял из мышц и состоял из характера. Не увлечь с таким господином, наверное, невозможно, нереально. Стреляете хорошо. Награжден красными революционными шароварами, товарищ командир. Георгию Юматову было уже 44. 17-летним юношей он ушел на войну, служил на флоте, был ранен. Актерским образованием блеснуть не мог, и, тем не менее, путевку в кино ему дал сам Григорий Александров, пригласив никому неизвестного морячка на Мосфильм. Удивительная органика и, ну, какое-то благородство, да, такое природное, одновременно с, ну, таким явным тоже, явной простотой происхождения. Да, это, конечно, очень выгодно было для режиссеров. Понятно, что поклонниц у Юматова хватало. Впрочем, им ничего не светило. Актер уже более 20 лет был женат на музе Крепкогорской, любимой ученице Сергея Герасимова. На съемках его фильма «Молодая гвардия» они и познакомились. Георгий сразу влюбился в улыбчивую блондинку с ямочками на щеках. Во-первых, она была девушка изумительной красоты, причем такой, знаете, исконно русской красоты. Во-вторых, он как раз в этот момент тянулся вот к этому новому для себя миру, очень далекому, да, непонятному. А она как раз была в этом мире, ну, что называется, своя, да, как влетая. Они поженились прямо на съемках «Молодой гвардии». Тогда казалось, что Георгию, не профессионалу, светят только эпизодические роли. А Амуза непременно станет звездой. Однако все вышло строго наоборот. Она была очень характерной актрисой. Вот так не сложилось. Она винила в этом «Молодую гвардию». Она где сыграла предательницу. Дура ты, дура. Такого мне надо таким. Это же немцы. К ним надо уметь приспособиться. Это дура. Я же дала тебе знак. Надо было дать им понять, что ты хочешь помогать им здесь. Зато Юматов был весьма востребован и всегда предупреждал. Он будет сниматься при одном условии – если роль дадут и его супруге. Товарищ, я бригадир вагона. Не знаете, где начальник станции? Нет. Никто ничего не знает. Но в списке актеров, фильма «Офицеры», музык Репкогорской не было. Зато рядом с Юматовым блистала и искрилась прекрасная Алина Покровская. 23 февраля. День воинской славы России. 23 февраля – День защитника Отечества. У деревень Большое и Малая Лопатина под Псковом бойцы 2-го Красноармейского полка вступили в бой с передовым отрядом германских войск, наступавших на Петроград. По инициативе Петроградского совета День победы над кайзеровскими войсками стал считаться днем создания рабоче-крестьянской Красной Армии. 23 февраля отмечается как День воинской славы России. День защитника Отечества. День Победы над Кourмами День Weber Ин帽у День Weber Георгий был старше Алины на 14 лет. Но его физической форме могли позавидовать и молодые. Он же все каскадерские дела делал сам, Георгий Александрович. Он был физически очень сильный. Он когда раздевался, я смотрел, у него не было жира вообще. У него пресс был, знаете, как стиральная доска. Я говорю, ты качаешь? Да какой качаешь? Бог дал. Юматов был почти идеален, если бы не склонность к алкоголю. Возможно, он встал на эту опасную дорожку еще и потому, что супруга категорически отказывалась заводить детей. Хотя актер страстно об этом мечтал. Однажды она сделала аборт на слишком позднем сроке. Врачи констатировали, отныне о потомстве мечтать не стоит. Был скандал, Шора мне расскажет, был скандал, он очень поругался с ним. В тот момент муж, скрепя сердце, простил ее. Но обида в глубине души осталась. И вот теперь на съемках офицеров рядом с ним молодая и красивая Алина Покровская. Юматов явно терял голову. Скоро, сын. Ой. Алешка! Алешка! Алешенька! Актер пытался бороться с внезапно нахлынувшими эмоциями привычным способом. Мы снимали в Севастополе, и он начал подавать жестоко. То есть начал пить со страшной силой. Съемки остановили. Юматов физически не мог выйти на площадку. К актеру приставили сторожа, гримера, которая уже работала с ним на многих картинах. Сказали, сиди с ним в гостинице, смотри, чтобы он не пил. Он уходит, извините, в ванну, а там у него уже стояло, да. Он, значит, из ванны выходит, и уже видно, что... Женщина выбрала самую неудачную тактику. Она начала стыдить Георгия. И в итоге довела его до нервного срыва. Он отчаянный человек. Спрыгнул с балкона и убежал. Борт Севастополь большой. Обратились в милицию. Его искали. Что с Алексеем? Что с ним? Не знаю. Я думал... Ой... Что вы, Любушка? Что вы? Ну, успокойтесь, Любушка. Картина несколько дней балансировала на грани закрытия. В конце концов, Юматова все же нашли у бывших сослуживцев-моряков. В Севастополь примчалась муза Крепкогорская. Все знали, что она умеет выводить мужа из запоев. Мир кино тесен, но просочились слухи. На мой взгляд, конечно, она приехала забирать мужа. Но даже опытной Крепкогорской далеко не сразу удалось остановить загул супруга. Он как с цепи сорвался. А ведь помимо этого нужно было, что называется, вернуть ему лицо. Готовились к съемкам важного эпизода. Герои возвращаются из Средней Азии. Юматов молодой и красивый. Только благодаря усилиям той самой гримерши, от которой сбежал актер, сцену удалось спасти. Картофельная, это при парке делалось что-то, что-то там подтягивалось. Именно потому что здесь он должен быть молодой, должно быть хорошее такое лицо. Вот родится у тебя коса. Да погоди с глазами. А что, девка тоже хорошо, она тебе казака родит. Эта съемка тоже могла закончиться драматично. Оператор Михаил Кириллов, чтобы эффектно снять рельсы, как символ вечной дороги, решил привязать себя прямо к днищу поезда. Кадры получились эффектные, но едва не стоили оператору жизни. Он действительно чуть не погиб, и это жуткая совершенно история. В конечном счете ремни отстегнулись. Вот и просто повезло, что поезд шел не на высокой скорости. После этих бурных событий группа, наконец, вернулась к нормальному рабочему ритму. Музи Крепкогорской в качестве благодарности дали небольшую роль мамы Маши. Но если все остальные участники съемочной группы перевели дух и успокоились, то для жены Георгия Юматова мало что изменилось. Потому что ее супруг буквально не отходил от Покровской, и не только на съемочной площадке. Как меня потом узагрело? Ну, говорит, конечно, я знаю, что за Алкой бегает, у них случилось там что-то. Ну, никуда она от меня не денется. За этой бравадой чувствовались тревога и неуверенность. Муза знала, ее муж никогда не был записным лавеласом. Но тут его будто подменили. Неужели все это всерьез? Мускулес, мускулес. Э-э, не подглядывать. Крепкогорская держала себя в руках, хотя и чувствовала, что может потерять супруга. Впрочем, она однажды и сама едва не разрушила их семью, закрутив роман с красавцем Сергеем Столяровым. Муза понимала, что она виновата за тот факт. Это была какая-то компенсация, я так полагаю. Алина была совершенно не похожа на Музу. Абсолютно другой типаж. Но такой притягательный. Что же мне делать его? Не знаю. Словом, Георгий Юматов стоял перед непростым выбором. Все-таки отправить Жима. Ты сам решил. Что остается? Он был настоящий. Он не умел лгать, он не умел предавать. Он не мог предать Музу. Оставить эту женщину одной, без детей, она же не была так популярна, как Юматов. Бросить ее, понимаете, это было преступление, с точки зрения, я думаю, Юматова. Как бы то ни было, очередной этап съемок закончился. Группа вернулась в Москву. Тут-то и выяснилось, что та самая сцена, на съемках которой едва не погибла Алина Покровская, в браке, на пленке царапина. На новую экспедицию в Северную Азию денег никто бы не дал. Да и время поджимало. Выручил оператор Кириллов. Из любого положения мог найти выход. И он сказал, что есть песчаный карьер по Ленинградскому шоссе. Ну, где-то горы какие-то, так сказать, есть, а дорога даже лучше. Благо, что халаты и тельпеки были куплены на рынке в Ашхабаде и приехали вместе со всем реквизитом в Москву. И сюда вызвали всех этих басмачей, и лошадей взяли. И вот самые, когда вот за ними прям гонятся басмачи, да, прекрасно сняли все под Москвой. В Подмосковье отсняли и эпизод с китайской переправой. На москварике под друзей снималось. Мне поручили несколько слов сказать по-китайски. Прикрепили ко мне студента китайца какого-то, и вот я ходил, зубрил, как попугаев. Чи не внисят, хотя уже момент. Товарищ, он спрашивает, как ваше имя? Насколько получилось у нашего знаменитого актера овладеть этим языком, могут оценить только китайцы. Как-то я решил какую-то фразу такую общую сказать в Китае, когда мы туда поехали, я понял, что ой, не надо, ой, не надо. Этот эпизод вообще был под большим вопросом. В 1969-м отношения между СССР и Китаем обострились из-за событий на острове Доманском. Как и где в этой ситуации найти для съемок столько представителей Поднебесной? Обратились в радиокомитет, там были какие-то переводчики. Ну, будете сниматься, значит, переводчиком. Только приходите со всей своей семьей. Возьмите там жену, детей, бабушку, дедушку. На передний план китайцев набрали, а на задний поставили солдат из воинских частей – казахов и киргизов. И, значит, роговой говорит, а теперь идите в воду. Они стоят, значит, мнутся, и никто в воду не идет. Роговой. И хорошими, и всякими словами, и хорошими, и плохими. Но массовка не двигалась ни на шаг, что и понятно. Октябрь на дворе. Тогда режиссер распорядился обрызгать людей водой, посчитав, что так им легче будет зайти в ледяную реку. В общем, все начали загонять их, буквально теснить их воду. Ну, китайцы, они все-таки такие, так сказать, люди закаленные, да. Куда уж здесь мы. Они выйти не могут только туда. А Испанию решили снимать в самом центре Москвы, на улице 25 октября, нынешней Никольской, в одном из дворов колодцев. Но как получить разрешение эффектно пострелять рядом с Кремлем? Режиссер Владимир Роговой недаром в прошлом был отличным кинодиректором. Для него не было ничего невозможного, как для директора. Он был Остап Бендер в какой-то степени, да. Он любой кабинет открывал ногой. Он сумел добиться разрешения Министерства обороны. В этой сцене герой Юматова Алексей Трофимов получил ранение. Чтобы снять шрамы на спине актера, к помощи гримеров прибегать не пришлось. Георгий Александрович прошел войну. А ему пацану было 17 лет, по-моему, когда был штурм Венского имперского моста. И был ранен, ему дали вот эту медаль. Когда едем, Алеша? Послезавтра, Любаш. Наконец, фильм был готов и продемонстрирован худсоветом. И ему присвоили всего лишь третью категорию. Все посчитали, что Роговой снял проходную ленту. Коллеги-режиссеры, они его не считали режиссером. Они всегда говорили, что он конъюнктурщик, что он бездарный. Кроме того, возникли проблемы все с той же сценой китайской переправы. Отношения с Китаем-то портились. И вырезали вообще эту новеллу. Потом ее вставляли обратно. Несколько раз туда и обратно было. Премьера прошла летом. Народу в зале было мало. Но среди зрителей оказалась жена министра обороны, маршала Андрея Гречко. Здравствуйте. Здравствуйте, Люба Трофимова. В Любе Трофимовой она узнала себя. И в тот же вечер рассказала о фильме мужу. И когда лично министр обороны, товарищ Гречко, посмотрел фильм и очень высоко его оценил, ну, как бы судьба картины начала меняться очень резко. Особенно маршала Советского Союза впечатлила фраза, которая впоследствии войдет в историю. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводная. Редчайший случай в истории кино. Фильму устроили повторную премьеру, гораздо более пышную и торжественную. И зрители и встали, и аплодировали. Я понял, что все в порядке. У меня 80 фильмов. Ни одна картина столько раз не показывалась по телевизору. Она вошла в число одних из лучших военных картин. И это очень приятно. Я этим очень горжусь. Потому что это след на всю жизнь. А вот Георгий Юматов по-прежнему считал картину не слишком удачной. И изменил свое мнение лишь много лет спустя, уже в 80-х. И когда ему вращали в МВД награду, и там часто вспоминали офицеры. Он говорит, слушай, а все картина-то хорошая. Я не думал, что роговой. Нали офицеры. Он говорит, слушай, а все картина-то хорошая. Я не думал, что роговой в дебют может так хорошо снять. Василий Лановой и Георгий Юматов стали друзьями на всю жизнь. Дружили семьями. Вместе снимались в кино. Ты будешь писать протокол? Пиши ты, у тебя почерк лучше. И когда в жизни Юматова случилась беда, и он по обвинению в убийстве оказался в матросской тишине, Василий Семенович сделал все, чтобы вытащить друга из тюрьмы. Нет, ну а как это можно не помочь? Я, когда есть возможность и есть необходимость, я всегда пытаюсь это делать. Жора был замечательный мужик. Он был во, какой он мужик. А трепетное отношение Георгия Юматова к Алине Покровской, похоже, никуда не делось и после окончания съемок. Когда спустя много лет у него случился очередной срыв, муза Крепкогорская обратилась именно к ней, к Алине. Почему такая срочность? Хорошо, хорошо, еду. Она позвонила как раз Покровской. А та приехала уже со своим новым супругом. И когда Юматов ее увидел, он в ужасе убежал в комнату, закрылся и потом, значит, страшно был обижен на музу за то, что она позвала Покровской. А фильм, который столь затейливо сплел судьбы прекрасных актеров и которому никто не предрекал долгой жизни, неожиданно стал событием эпохи. И уже полвека без этой картины не обходится ни один праздник, связанный с историей нашей страны. Это тема война, дружба на войне. Зрители это очень любят. От героев былых времен не осталось. Люблю эту песню. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Редактор субтитров А.Семкин